Чтобы сделать подкладку в рюкзак, нам понадобится идеальная швея, лучше всего вариант, но если вы хотите самостоятельно, то я приблизительно вам расскажу как. Повторюсь, что я не швея, я дам какие-то свои рекомендации, как это делаю я. Узнаю, очень многие девочки отдают подкладку швея с изделием, швея все шьет, девочки самостоятельно только вшивают. Понадобится ткань, приблизительный отрез, я укажу какой размер у меня ушел. Ниточки, швейная машинка, сантиметровая лента, линейка, ножницы и булавочки, которые мы будем помечать. Сейчас расскажу приблизительно. Наша подкладка будет состоять из овала и длинного прямоугольника, это наша окружность. Еще вовнутрь я делаю карманчик без молнии, просто обычный карманчик. Раскрываем ваш рюкзачок, вот так вот расправляем его и меряем окружность. Вот можете себе где-то взять, допустим, от начала колечка сантиметровой лентой, вот так вот по кругу, по кругу, по кругу, все измеряете, перемеряете несколько раз и записываете. Вот в открытом вот таком вот виде, когда он расправленный. Измерили, запишем. У меня окружность получилась 72 сантиметра приблизительно. Второй замер это наша высота. Можно по внутренней, можно по внешней, не принципиально. От начала, где наша донышко, и вот так вот, вот так вот до верха нашего рюкзачка. У меня получилось 34 где-то сантиметра, да? У меня высота получилась около 33-34 сантиметра. В любом случае я буду отрезать с запасом, там будет подворот. К нашей высоте мы добавляем 2 сантиметра. Это будет подворот, и это будет вот стыг, где мы будем сшивать донышко с нашим основным полотном. Поэтому я беру, ну, большую часть 34 плюс 2 сантиметра равно 36. Это у меня будет с одной стороны 36 отрез, а с другой стороны 72. Мы как бы по логике должны тоже плюс 2 сантиметра. Но первый раз добавьте лучше плюс там 5 сантиметров, потому что иногда бывает, что вы как бы чуть больше донышко вырежете, и вам потом вот этого отреза не хватает. Всегда можно, если у вас как бы больше получится, натянуть и шить спокойно. А если вдруг у вас получится меньше, то вшить будет очень сложно. Поэтому я отрежу где-то 36 на 76. Вот 76 у меня будет отрез, я лучше обрежу потом лишнее. Вот такой вот прямоугольник я сейчас вырезаю. И вы, вашу окружность с припуском с хорошим, и вашу высоту плюс 2 сантиметра измерили и отрезали. Я отрезала нужную мне вот такую вот прямоугольную детальку, длинненькую. Это будет вот так, окружность нашего вот так вот рюкзачка и его высота с одной стороны мы будем сшивать. Теперь вот сюда нам надо будет донышко овальное сделать, как я делаю донышко. Если у вас есть такое же, допустим, кожаное донышко в наличии такого же размера, вы можете его обвести, ну и как бы добавить чуть-чуть шире обвести, потому что мы же тут обвязывали. Если нет, то просто вот так как бы прикладывайте. Не принципиально, чтобы оно прям было вот четко овальное, либо вот прям четко-четко по размеру. Нет, просто вот так прикладывайте к ткани и приблизительно его обводите. Так, обводим не по самому вот этому вот прям донышку, а вот как бы не натягиваем. Вот как лежит вот узорчик и приблизительно вот так вот обводим. Он как раз будет по ширине вот этой вот нашей. Таким образом мы будем не вот так вот обводить, а вот как бы, как положено, чуть больше, потому что мы же его обвязывали. Обводим и встречаемся. Вот так вот я обвела и вырезаем не по линии, которую мы обводили, а оставляем 2 сантиметра. Вырезаем. Я вот так вот вырезала. Если тут не четкие края, кривые, ничего страшного, потом все обрежете. Сейчас нам надо найти центр. Для этого мы берем боковую линию и боковую линию. Вот так вот соединяем и вот так вот проводим. Таким образом мы определили центр нашего донышка. Также берем и наш прямоугольник. Складываем стеночки к стеночке, которые узенькие наши, где будет шовчик. И также приблизительно намечаем наш центр. Вот это вот высота наша идет. Берем наше донышко, лицом кладем на стол. Так же самый наш прямоугольник. Лицом кладем на стол. Берем здесь, находим центр наш и здесь, где у нас центр. И вот так вот как бы соединяем. Сначала все надо приметать. Приметать, не прошивать, померить. Потому что возможно, вот я сейчас буду метать прям вот по вот этой вот линии, где дорисовано. Если вы вдруг сейчас приметаете и у вас станет как бы слишком оно большое по ширине в рюкзак, вы тогда можете чуть меньше приметать. Либо наоборот, если оно как бы узковато, то тогда чуть больше захватите за линию. Сейчас я так метаю чисто по линии. Вот так вот. Тут как бы оставляю сантиметр на нашем полотне. И вот так вот приблизительно иду по кругу. Вот на закруглениях как бы чуть-чуть сложнее. Мы вот эту часть тоже как бы должны чуть-чуть вот так, ну, поворотик сделать. Не идите край по краю. Я не беру край к краю. Я вот так вот кладу, чтобы здесь на этой части тоже приблизительно у меня оставался там сантиметр. Но потому что здесь, видите, у меня широкая. И если я здесь захвачу больше, то будет неправильно. Поэтому просто вот так, чтобы комфортно оно поворачивалось. Не очень люблю этот тип подкладок. Легче, конечно, отдать швее. Здесь у меня сантиметр. Так как мне здесь много оставляло, то не вровень идет. Ну, принцип, я думаю, понятен. Так, дошла до центра. Вот центральная моя линия здесь. Пока не соединяю, потому что будем смотреть, сколько у нас здесь останется. Мы же запасом брали. Вторую сторону так же само. Прикрепляем, прикрепляем. Почти до центра и встречаемся. Так, я дошла сюда вот. И сейчас я как бы здесь соединю два, вот как они просятся. Вот, ничего не расширяя, потому что мы чего оставляли этот запас? Что если вдруг сейчас будет маловато, то мы просто возьмем тут, приметаем чуть-чуть больше. И, соответственно, тогда увеличится размер донышка. И здесь уже будет, и, соответственно, тогда увеличится размер донышка. И здесь уже будут меньше вот эти вот кончики. Сейчас я их вот так вот прикладываю здесь ровненько, как они просятся. И вот где они у меня состыковываются, я их скалываю и иду вот так вот вверх на таком вот одинаковом расстоянии, как я здесь вначале сколола. Так же скалываю кверху. После того, как вы все скололи, примеряйте. Если большая, то тогда соединяйте по ниже, за линию вовнутрь, как бы, иголочками. Если вдруг как маловато, то тогда выше к донышку. Соответственно, таким образом вы либо увеличиваете, либо уменьшаете. Я засунула подкладку вовнутрь, специально вот как бы загнула. Смотрю, что мне ее достаточно. Она не маленькая, не большая. Вот все нормально. Вот так буду натягивать потом и вшивать обязательно, чтобы он ровненько вот так вот натянут был, потому что он может стянуться из-за затяжки. Вот. Все. Если вам все нравится, то вы пришиваете, ну, начинаете вшивать. Так же само определяем высоту. Засунули ручкой, аж к донышку нашу ручку засунули. Натянули, чтобы вот где у нас овальчик был, был там внизу он. Натянули и смотрим, сколько у нас здесь осталось, сколько нам надо подвернуть, чтобы по высоте было нормально. Мне по размерчику подходит, поэтому я сейчас буду сшивать. Сначала вот эту вот сторону я длинный шовчик ровненький сделаю. Потом я его разровняю. Вот так вот, когда здесь будет уже шовчик, я его разровняю. Вот так вот, ну, положу здесь и вот так вот еще сострочу. Ну, я вам еще покажу. Так, смотрите, я вот сострочила от донышка к верху нашего рюкзачка и вот так вот разровняла этот край. Потом обработать можно оверлоком. Вот. И после того, как я здесь разровняла, только тогда я начинаю сшивать донышко. Сшиваю вот так вот, смотря на приблизительно нашу линию донышко. Все, сострачиваем и встречаемся. После того, как сострочили донышко, мы опять примеряем нашу подкладочку в рюкзачок и точно загибаем, сколько нам нужно высоту. И так же само подшиваем. Мы как бы делаем подворотик небольшой. Вот, ну, не надо там слишком крупный, чтобы был жесткий край. Вот, буквально там чуть меньше сантиметра. И еще раз. Вот так вот. Вот такой вот подворотик и вы прошиваете. Если у вас вдруг много осталось вот так вот ткани, то лучше лишнее обрезать. Но не надо делать широкий, чтобы такой... Ну, хотя, если вам нравится вот такой вот широкий, можно и широкий оставить. Суть в том, что наверху мы делаем небольшой подворотик для того, чтобы вот этого вот нашего вот такого вот края не было видно через вот эти вот наши дырочки. Поэтому делаем подворотик и вот этой же части к верхушечке мы с вами будем пришивать. Все. Утряете, делаете вверх и встречаемся, делаем карманчик. Смотрите, карманчик в свой рюкзак я хочу высокий, чтобы он у меня крепился на заднюю стеночку и был высокий. Не горизонтальные длинненькие, а именно вертикальные. Потому что боюсь, что из горизонтального иногда вещи будут выпадать, так как он будет как бы меньше. Поэтому у меня он высокий. Для карманчика я отрезала длинный такой отрез 50 см на 17 см. Сложила его вот так в злое. Это у меня вверх, лицом вовнутрь. И будем с вами прострачивать по периметру карманчика. С одного края отступая сантиметр, с другого края отступая сантиметр. И с третьего края отступая сантиметр, не доходя до конца, где-то около двух сантиметров. Именно через эту дырочку мы будем выворачивать. Сначала вот как бы соединили два кусочка ткани. И прострачивайте три стороны. Одну из них не полностью, а ставите около двух сантиметров, чтобы вывернуть. Через ту дырочку, что мы оставили, нужно вывернуть наш карманчик. Выворачиваем. Помогать можно, если что там, карандашиком. Ампулу ручкой с другой стороной. Вот так вот выворачиваем полностью его и встречаемся. Вот так, карманчик наш готов. Здесь небольшая дырочка. Остается мы ее, когда будем пришивать карманчик, просто пришьем. Вот у меня такой высокий получился. Если хотите, можете его так вот пришивать, как вам нравится. Как я пришиваю? Сначала я нахожу центр на кармашке. Для этого один уголочек прижимаю к другому и зажимаю в центр. Вот он, центр. И здесь на рюкзачке у нас вот эта линия в центр. Поэтому вот этой центральной линией я прикладываю к рюкзачку. Отступаю от верха приблизительно 5-7 сантиметров. Вот так вот приложила центр к центру. Иголочками приметала и пристрачиваем по трем сторонам. После того, как наш карманчик вшит, мы обрабатываем наши края с изнанки оверлоком либо зигзагом. У меня оверлока нет, я обработала зигзагом, чтобы наши края не выстрепывали. После того, как подкладка готова, мы ее проглаживаем и будем вшивать. После того, как мы вшили подкладку, мы ее вложили в наш рюкзачок и иголочками прикололи по всему периметру. Я отступаю где-то один ряд столбиков сверху. Сверху, вот так вот, и как я вшиваю. Иголочку завожу, допустим, с изнанки. И шью я, есть потайной шов, но я им не пришиваю подкладки. Я беру вот как бы в строчечку, вот у нас вот есть здесь стежочки. Я сначала вывела, в конец стежочка обратно продела иголочку. И подхватываю, вот здесь вот я подхватываю, вот я не прокалываю рафию, я подхватываю часть столбика. Подхватила, вывела обратно в начало стежочка, здесь вывела в конец стежочка и с изнаночной. И опять подхватила часть столбика. Опять вывела в начало стежочка, не в каждый стежочек, пропускаю периодично стежочки. Через два стежочка, через один, снова вывела наизнанку. Здесь подхватила часть столбика. Вот так вот и вывела. И так вшиваю всю подкладку. Не принципиально, возьмете вы вот эту часть столбика, либо вот там, которая глубже. Главное, чтобы иголочка красиво попадала у вас в стежочек. И здесь просто подхватывала вот эти вот детальки от наших столбиков. Таким образом все здесь красиво. С лица тоже ничего не заметно. Здесь у меня еще кто-то торчит хвостик, потому что я же буду дырочки еще оплетать, еще не оплетала. Как я вам показывала в том видео в основной части. Поэтому так двигаюсь до... Ой, чуть-чуть проколола. Вот так двигаюсь до конца всей подкладки. Вшиваю ее, и все будет красиво. В принципе, таким образом я делаю подкладки, если сама, во многие сумки, которые с овальным донышком идут. А вшиваю вот именно таким методом, что не потайный швом, а именно за строчку вообще на все свои сумки. И на конве, и в любые-любые вязаные, там зефирки, рюкзаки, везде. Вот, посмотрите, все красиво, ничего не видно, и все хорошо держится. Вшиваем подкладку, и ваш рюкзачок уже будет готов. Спасибо, что выбрали мой мастер-класс. Надеюсь, вам все понятно, и буду рада видеть фото ваших красивых работ по моим мастер-классам. Всем хорошего настроения. Вшиваем самостоятельно. Спасибо. 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 Спасибо.